Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска. Двигатель 3 литра турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 135 тысяч километров. Заменю на нем сегодня передние тормозные колодки. Также на обеих сторонах заменю датчики износа тормозных колодок. Поднимаю автомобиль, но перед этим, здесь пневмоподвеска стоит, ее нужно перевести в режим домкрата. Переводим подвеску и поднимаем. Включаем зажигание, но не запускаем. Выбираем кар, выбираем сетап. Вот здесь высветилось такое окно. Есть режим домкрата. Выбираем режим домкрата и включаем его. Выключаем зажигание. Теперь поднимаем автомобиль. Износ колодок впереди большой, поэтому сразу проверяем в каком у нас уровне находится тормозная жидкость. Выбираем его. Выбираем его. В принципе, выбираем его. Включаем сетап. Удяем его. Сокремление. Конечно, жидкость доливали, жидкость в данный момент находится по максимальному уровню, поэтому лишнее я немножко откачиваю, иначе сдавливая суппорта у меня побежит здесь жидкость. Убираю лишнюю, это грамм наверно 100 и поднимаю автомобиль. Откачал лишнюю жидкость, датчик я пока не устанавливаю, поднимаю автомобиль. Поднял автомобиль, снял колеса, вот они наши колодочки. Суппорт здесь откручивать не нужно, отключаем разъем. Разъем у нас находится сверху, вот. Сложностан. Сложностан. Продолжение следует. Продолжение следует... Сложностан. Добавил сухгалтон. Какой вес... К厚 Молдивый. разъем снял здесь штуцер прокачки снимаем с него колпачок он же у нас держит шланг датчик ой провод датчика теперь откручиваем головкой на 13 сзади болт фиксирующего штифта и вы выталкиваем сюда штифт чуть-чуть выкручиваем штифт засел штифт Чуть-чуть подлиннее болт закручу. Чтобы штифт пошевелить. Но опять же, надо потихонечку, чтобы резьбу не попортить в пальце. Все, заходил. Выкручиваем болт и вытаскиваем палец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Грязи все забито. Теперь все это очищаю, прочищаю посадочное, смазываю и потом уже будем собирать чистое. Немножко раздвигаю колодки и вытаскиваем их. Колодки, конечно, здоровенные, датчики уже обрезаны, один и второй, шести поршневые суппорта, дождик на улице, здесь немножко явную грязь по бокам почищу, в принципе, она не мешает, мне главное вот эти посадочные, также снизу и сверху, где у нас колодки встают, почистить, а то здесь все забито. Вот такие щеточки по металлу в этих местах удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставлю на место колодки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь три поршня. Моя струбцина здесь не подойдет, поэтому я по одной колодке сдавливаю и устанавливаю новые. Новые колодки беру фирмы Делфи ЛП1997. Колодки как ладошка здоровенные по паре идут. Ну и сам материал не такой уж и толстый. Ставлю колодку. Ставлю колодку внутреннюю. И теперь сдавливаю поршни наружной колодки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устанавливаю вторую колодку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почистил. Ходят легко. Эту колодку сейчас поршнями поджало, когда сжимал эту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беру новый датчик фирмы ZECKERT BS8045. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот датчик у нас ставится с этой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Провод у нас уходит в этот паз. Мажу медной смазкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одеваю провод на пружину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот. И одеваю датчик на колодку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, защелкнул. Теперь мы берем палец. Палец я почистил, но также я его смазываю медной смазкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И завожу колодку. Теперь сдавливаем пружину и заводим палец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Зашел легко, потому что все почищено и смазано. Закручиваем болт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Побрызгаю разъем нанопротеком. Здесь у нас штуцер прокачки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, разъем защелкнул и фиксирую провод на штуцере прокачки, чтобы он у нас не болтался и за колесо не цеплялся. Вот здесь он фиксируется и разъем одет. Все. Все. Колодки с правой стороны я заменю. Аналогичным образом меняем со второй стороны. После этого устанавливаем колеса, опускаем автомобиль. Два-три раза нажимаем на педаль тормоза, прижимаем колодки, чтобы выбрать вот этот свободный ход. И выставляем уровень тормозной жидкости. Со второй стороны я тоже заменил. И хотел сказать, что датчик износа тормозных колодок точно такой же номер. Сейчас опускаю автомобиль, ставлю на место колеса и выставляем уровень тормозной жидкости. Опустил автомобиль, нажимаю на педаль тормоза два-три раза. Все, колодки прижались. Теперь смотрим, какой у нас уровень тормозной жидкости. Сейчас попробую показать. Если смотреть по уровню, сбоку подсвечиваю, он по максимуму, по верхнюю стрелочку, не доходит буквально 2-3 миллиметра. Задние колодки не новые, поэтому ту жидкость, которую я откачал, она была именно лишней. Устанавливаю на место датчик. Закручиваю его. И одеваю разъем. Также одеваю этот защитный колпачок. Защитную крышку или как, или декоративную крышку. Защелкиваю клипсу. И одеваю на место уплотнитель. Все. Завел, собрался съезжать с подъемника. Смотрю, подвеска горит, машинка. Забыл снять с режима домкрат. Поэтому переходим, нажимаем кар, и нажимаем сетап. У нас загорается вот такое вот меню. Шайбой в меню. Выбираем режим домкрата. Выбираем режим выключить. Все, лампа у нас погасла. И жмем выйти. Все. Теперь можно съезжать. А вот на этом замену тормозных колодок я закончил. Всего вам добра.